Следующая глава Бабу Маджа Глава о том, кто спрашивает дождя у звезд или же связывает выпадение дождя с расположением звезд то есть можно перевести и спрашивает непременно дождь у самих звезд или же связывает то, что дождь пошел потому что была такая-то звезда и так далее и тому подобное и Аллах сказал неужели вы делаете свое имущество причиной для того что вы не веруете или же называете истину ложью соответственность главы книги Нида Божия то есть говорить о том, что дождь падает по причине какой-то звезды имея убеждение, что эта звезда управляет, то есть у нее есть какая-то, что эта звезда по ее причине, именно она является первопричиной выпадения дождя это является большим ширком подобно тому, кто считает что пользу и вред может принести какой-то мертвый или же отсутствующий или же это будет маленьким ширком если он не убежден, что сама эта звезда это делает а говорит то, что это причина то есть из-за такой-то звезды Аллах не спасал нам дождь и так далее это называется маленьким ширком поэтому отдельную главу для этого вывел автор чтобы предостеречь от этого потому что это очень часто попадает в это пришло дальше придет хадис то, что пророк алиссалату астам сказал его арабское значение слово потому что в Бухаре приходит другой ривая поэтому общее значение аятам Аллаха Та'аля яйбу алильмушрикина куфраум биньяма тиллах биньисбатин узули льматари илляннаджб Аллах Субхану Та'аля как бы выявляет и унижает многобожников и то, что они то есть попадают в куфр по отношению к милости Аллаха у нас есть куфр то есть куфр биньля есть у нас то есть неверие в Аллах Субхану Та'аля и куфр биньяма тиллах ну его неправильно будет наверное переводить как неверие по отношению к милостям Аллаха это отрицание милости Аллаха то есть как будто бы ты не приписываешь эти милости к Аллаху Субхану Та'аля потому что пришло когда пророк Али Салату сам сказал про женщин что они большинству обитателей ада будет из числа женского пола то что это будут женщины спросили о причине он сказал они проявляют куфр и удивились то есть они не веруют в Аллах они сказали нет они неблагодарно относятся к своим мужьям то есть имеется в виду отрицают их милости то есть Игорь потом объяснил то что то есть если один из вас будет всю свою жизнь только благо для него дед а потом она один раз увидит от него что-то плохое она скажет я никогда не видел от тебя ничего хорошего хорошо то есть Аллах Субхану Та'аля их как бы ругает за то что они связывают выпадение дождя с кем-то кроме Аллаха Субхану Та'аля говорит о том что это является чистой ложью потому что выпадение дождя это всего лишь милость Аллаха Субхану Та'аля одного только его и по его предопределению и как бы создание здесь абсолютно ни при чем что бы он ни сделал не сможет он чтобы сделать так чтобы пошел дождь в соответствии аяты главе Ан Аллаха Субхану указание то есть здесь на то что Аллах Субхану Та'аля отрицает связывание дождя с кем-то кроме него например звезды или еще что-то созвездия и так далее и назвал это кавиб то есть назвал это ложью потому что только Аллах Субхану Та'аля он тот кто не спасал дождь в пользу из этого аята первое несостоятельность связывания выпадения дождя с какими-то звездами или же созвездиями второе то что связывать выпадение дождя с какой-то звездой является ложью третье является обязательным благодарить Аллаха Субхану Та'аля за те милости которыми он нас облагодетельствовал и также является обязательным связывать выпадение дождя только с ним одним то есть как бы проявляя благочестие и зная что Аллах Субхану Та'аля сделает это по своей великой милости Абу Малик Аль-Аш'ари Радия Аллаху Анху рассказывал Анна Расуль Аллахи Салла Аллаху Алей Ва Саламу قال что посланник Аллаха Салла Аллаху Алей Ва Саламу говорил 4 вещи в моей уме это издеяние людей и люди их не оставляют то что гордость своими знатными происхождениями или же гордость тем на чем были наши предки и так далее порицание чьего-то происхождения или же рода то есть прощение дождя или же связывание дождя со звездами или же прощение дождя у звезд и также оплакивание покойников именно таким образом запретно то есть не просто плакать что кто-то умер а именно рыдать и так далее что доходит прямо до ужаса до ужаса и пророк Алей Ва Салату Алей Ва Салам сказал Говорит то что вот эта оплакивающая если же она не принесет покаяние до смерти то в судный день она восстанет и одежда ее будет из черной горячей смолы или же расплавленной меди то есть Субханаллах плавится как это страшно и будет она покрыта чесоткой то есть мало что она будет хотеть чесаться в этот момент и она еще будет вся ее одежда будет из плавленной меди или же смолы горячей то есть она даже почесать себя не может Аллаху Мустаам то есть очень страшное наказание будет спонтанно убережет что касается Абу Малика то его зовут Аль-Харит То есть он один из подвижников пророка Аль-Харит И насколько я помню есть кто сказал что по-другому его еще зовут Аллаху Малика Общее значение этого хадиса Пророк Аль-Харит говорит о том что действительно в этой уме продолжатся некоторые грехи которые были еще до его послания И это в четырех вещах Первое Первое когда люди кичатся своим знатным происхождением то есть своими отцами гордятся своими предками хотя этот самый нету никакого ничего тебе не добавляет в твое происхождение тебе ничего не дает кроме как богобоязненность то есть разница только в богобоязненности Я вам приводил как человек чей дедушка например про него в книгах по истории пишут то что он был суперским военным и так далее был известным ему это ничем не помогает например также является запретным что то есть из этих вещей из этих четырех это чье-то чужое происхождение порочить или же то есть говорить то что оно какое-то слабее то есть я например из такого-то народа а ты как бы с тобой что-то не так и так далее и тому подобное то что я настоящий татарин а ты так себе татарин Да то есть ты мешар например ты крымский ты еще какой-то и так далее То есть это ни в коем случае нельзя делать даже более того шейх салий аль шейх говорит то что ученые также сюда заводят это что что человек не доверяет он говорит например Говорит, я, например, татарин, грубо говоря. Человек говорит, нет, ты не татарин. Вот это заходит туда же. И начинает говорить, а точно ты татарин? И начинает изучать, а подожди, по-моему, он что-то не так сказал и так далее. Тебе человек сказал, что он татарин? Все, ахамдуля, прими. Сказал, что он араб, все, прими. Другое дело, если действительно будет доказано и так далее, не ты это ищешь доказать. Кто-то доказал, сделал этот харам, но действительно доказал и так далее. И действительно, то есть бейгина, явная, то, что человек обманывает, особенно путем этого обмана хочет чего-то достичь. проявление пророка и так далее, давайте мне там, приносите это, приносите мне то и так далее. Человек выявляет ложь, а лауаром нет в этом проблемы. Что касается того, кто сказал, что я, например, такой-то, и люди ему не верят, как-то пытаются его позорить, говорят, да нет, он не такой, он нечистый, говорят, например, он там смешанный и так далее, это ни в коем случае нельзя, это запретом является. Даже если он смешанный, и что теперь? Хоть у него мать японка, отец китайец, какая разница, если он саляфит, например, какая вообще разница? Кто бы он ни был, в чем проблема? То есть не то, что японцы и китайцы что бы мне обещали, не то, что мне, я просто пример привожу. Также, то есть третье, это что? Связывать выпадение дождя с какими-то там звездами, или то есть восхождение какой-то звезды, с какой-то созвездии и так далее. То, что также поднимать голос плача, то есть возвышая свой голос, крича и так далее на какого-то мертвого. То есть человек умер, нету проблем поплакать. Плакать нету проблем. То есть вместо человека слезы пошли. Поэтому, когда пророк, алей салам, умер его сын, Ибрагим, алей салам, когда он умер, увидели, что он плачет и подошли, сказали, неужели, что это у посланника? Аллах сказал, инна магия рахмад. Поистине, это милость. То есть это наоборот указание на милость человека, который плачет, ему трудно, ему обидно. И поэтому пророк, алей салам, сказал то, что поистине сердцу грустно, а глаз плачет, но мы не говорим ничего, кроме того, что сделает довольным Аллах. И мы очень грустим то, что мы потеряли тебя, Ибрагим. То есть нет проблем грустить, что ушел такой-то, ну, это был твоего сына. Ну, как это трудно кого-то своего близкого терять. Мы непременно вас испытаем страхом, с этим самым голодом и чем-то, то есть из то, что вы потеряете своих близких, потеряете там имущество и так далее. То есть это является фитнес, это мусыба, беда для человека. Поэтому нет проблем. Но что касается рыдать, без остановок, как так, да я не смогу, да это, да куда мы без тебя и так далее, это все является запретом. Алияту биллах. И после этого разъясняет страшную угрозу по отношению тому, кто выполняет это последнее, то есть рыдает на поминках, что если он не покается, то он в судный день придет, его лицо, его тело будет полностью омут, то есть на него как будто бы сброшено этот самый плавленая медь, настолько, что она будет прям как рубашка покрывать его тело. Ли ташта аля бигиннар, для того, чтобы он сгорел, даже в судный день будет гореть, И то есть оно прилипнет к его телу и будет вонять мертвичины. Аллаху Абдустану, то есть Аллах спонтану бережет от этого. Соответствие хадиса к главе Указание на то, что является запретным просить дождя у звезд, или же связывать звезды, то есть выпадение дождя со звездами, и то, что это издеяние джагили. Польза из этого хадиса Указание на запретность прошения дождя у звезд, и то, что это является издеяние джагили. Второе Что касается того, что издеяние джагили, то люди это не оставят. То это будет продолжаться, продолжаться в этой бумаге. Третье Любое проявление каких-то обычаев с времен джагили является запрещенным и порицаемым в исламе. Четвертое Указание на запретность уподобляться джагили, то есть людям времен первого невежества. Пятое Указание на запретность гордиться своим знатным происхождением и так далее, указание на то, что это вот это кечение, кто это делает, это люди, которые всякие Абу Джагль, Абу Лагаб и так далее, называя себя Курайшитами и так далее, кичились своими знатными происхождениями. Шестое Некоторые люди, как бы им это не понравилось, то есть сидят Курайшиты на земле, а на диване, то есть на таких удобных этих самых, сидит какой-то бывший раб и сидит Ибн Аббас, Радай Аллаху, Ибн Аббас, ладно, Курайшит, а этот, то есть что сидит, и сидят перед ним знатные люди и так далее. И когда Ибн Аббас это понял, он сказал Аллах поднимает путем этой книги, как этот самый, каких-то людей и других он опускает наоборот, или же он сказал то, что наоборот, то есть то, что это знание возвеличивает, да, по-моему так сказано, возвеличивает тех, кто был низким и так далее, что-то такие слова были. Также, когда один из уалиев Мекки, правитель Мекки, один из подвижников пришел, Умар его вызвал в Медину и он приехал в Медину, Умар спросил, кого ты оставил на Мекку, то есть кого ты оставил, наместника Мекки, и он сказал Ибн Аббаса, он говорит, кто такой Ибн Аббаса? Он говорит, один бывший, то есть бывший раб, говорит, вольный отпущенник, и он говорит, ты оставил править Меккой, говорит, бывшего раба, и он сказал, поистине он знаток этих самых, наследства, знающий человек в вопросах наследства, он сказал, как же прекрасно то, что ты сделал. То есть знание делается, посмотрим, если мы сейчас, где Курайшиты, ну мы не потому, что там порочим Курайшиты, ну например, то есть самое знатное происхождение с Курайшитами, где они среди имамов хадисов, кто? У нас есть Бухари, у нас есть Муслим, у нас есть, то есть все они вообще даже арабами не были, хорошо? То есть единственный из таких имамов больших Курайшитов, именно, то есть и которые связаны хоть как-то с хадисами, это имам Шафии, он был, да, он был прямым потомком пророка Али Сазам, из Бани Абдул-Мутталиб, он был, то есть Аль-Мутталиби, поэтому говорят Аль-Курайшин-Мутталиби. Хорошо, следующее, шестое, тахриму львукоя филансаби бидам мяу ватана кусия, является запретным порочить чей-то род, чье-то происхождение, как бы пороча его, или же говорят, что они какие-то там не такие и так далее и тому подобное, как это бывает у тех народов, которые делятся на племена, которые есть свои роды, я не знаю, то есть у татар есть такого, нет, у нас на Кавказе многих народов такое есть, и рассказывают про такое-то племя, что они там тупые, такие-то, они еще там врут, другие еще что-то, то есть один, два, три, у них бывают какие-то проявления, хорошо, и потом это про всех говорят, и говорят, братья в Аллахе, клянусь Аллахом, то есть кто-то может смеется, но доходит до того, что не женится, потому что он из такого-то племя, то есть какое Аллаху Акбар, какая разница, то есть ладно, его прямой дом, хорошо, родители у человека, например, у девушки какие-то непонятные, и ты поэтому, то есть боишься, что у нее было такое же воспитание, хорошо, это еще ладно, мы примем. А что касается ее рода, Субхану Аллаху Акбар, тысячу лет назад кто-то там что-то был и так далее, где-то сделал, как ее это касается, каким образом это касается человека, Аллаху Акбар. Или же не с той деревни, мы с вот этой деревни, она с той деревни, ни в коем случае нельзя и так далее, как, что про нас люди скажут и так далее, Аллаху Акбар. У нас вот есть такое деление просто, у нас есть деление на горных, на равнинных и на тех, кто у реки, то есть которые териковские, то есть терские, то есть и терские ни в коем случае с горными не женятся, и это Аллаху Акбар, это из больших грехов считается, то есть они ненавидятся. Хотя один и тот же народ Аллахова. Как так? Одни и те, которые равнины, они посередине. Ни до чего дела нет, как говорится. Седьмое. Указание на запретность, то есть поплакание, рыдание на поминках и разъяснение, какое наказание ждет. И то, что это из больших грехов. Восьмое. Восьмое указание на то, что тауба, покаяние убирает любой грех, даже если ему был какой-то большой. Пророк Али Салат сказал Тот, кто покаялся от своего греха, подобен тому, кто его вовсе не совершал. Поэтому тауба искупляет любой грех, даже если какой-то огромный. Если Аллах, то есть принимает покаяние кафира, который принял Ислам, что говорит про что-то меньше этого. Девятое. Указание на то, что мусульманин, может быть у него будет что-то из проявления времен первого невежества, но это не значит, что человек становится кафиром. Да, то есть это страшный грех и так далее, но мы не называем этого человека кафиром. Также Бухари и муслим привели хадис Зайда ибн Харид аль-Джухани, что он сказал говорит, пророк в дождливую ночь помолился, то есть после дождливой ночи пополился с нами молитву Фаджир и сказал, то есть как только он закончил свою молитву повернулся к людям и сказал знаете ли вы, что сказал ваш Господь? говорит, Аллах и его посланник знают лучше и тогда пророк сказал то есть что Аллах сказал то есть из моих рабов сегодня проснулся кто-то верующий в меня кто-то кафир кто-то неверующий что касается того кто сказал что касается того кто сказал после дождя что нам был дан дождь по милости Аллаха и по его милосердию то что Аллах проявил для нас то есть свою милость этот человек верует в меня и не верует в звезды. Что касается того, кто сказал а что касается того, кто сказал то нам да был дан дождь по причине такой-то, такой-то звезды этот человек стал неверующим в меня и стал верующим в звезды. И также в другом реваяте этого хадиса в Бухаре приводится то есть объяснение того, что в арабском языке означает что? означает наджм. Также Бухаре Муслим в хадисе Ибн Аббаса говорили то, что он привел примерно такое значение и сказали некоторые что некоторые сказали то есть правдива звезда такая-то, такая-то то есть она как будто выполнила свое обещание свой завет и не спасла нам дождь и Аллах Субхану Ата'алия не спасал эти аяты и Сурату Аль-Ва'ка'а фалау хсимум би-ва'ка'ин-наджум до слов вот это же Аллах Субхану Ата'алиста Куманникум Туказилун который мы уже читали в начале главы во-первых, кто такой Заид Ибн Халид Аль-Джухани, Аль-Мадани Аль-Джухани кто знает, Аль-Джухани это племя какое-то, откуда племя Аль-Мадани, Мединский Медин, Аль-Джухани много в Медине, Аль-Джухани Аль-Джухани, Аль-Джабери и так далее это все Мединские племена хорошо здесь такая интересная польза упоминается то, что пророк Алей-Салат сам, как только закончил молитву, повернулся к людям отсюда братья, некоторые ученые взяли пользу сказали то, что является сунной для имама когда он заканчивает молитву, поворачивается к людям лицом и об этом приходит в других тоже хадисах братья прелесть, то есть когда книга у нас про Единое Божие, а мы все равно из хадиса берем даже то, то есть ахкам фикхи то есть фикхийские какие-то вещи это братья то, чем отличается ахлюл-хадис и указание также на то, что можно если какое-то важное вложение некоторые говорят, например это здесь не так принято, но в Саудии например, некоторые имамы, что делать после молитвы, они как бы калима, то есть они увещевают, например, своих этих прихожан в мечети, и они что делают после сунны и так далее, это неправильно то есть, во-первых, после сунны Аллаху Алим, половина уйдет, это раз и дожидаться никто не будет, есть тот, кто спешит поэтому является посудник, как здесь пророк Алиса Атсам сделал салям дал, развернулся и сразу и так далее, то есть к чему хотел перейти, сразу говорит нет, правильно, даже Аскар, потому что у нас не пришло что пророк Алиса Атсам сказал это после Аскар то есть в этот момент, как бы это является предпочтительным, также хадис Али Акбад Ибн Сария, когда он рассказывал, что пророк Алиса Атсам Атсам, что он нам доню, то есть какой-то этот самый или Акбад Ибн Сария, то что пророк Алиса увещевал их таким увещеванием, что они начали плакать и так далее, в реваятах этого хадиса что это было после молитвы Магриб, то что он помолился Магрибе, сразу развернулся и начал увещевать. Понятно. Общее значение этого хадиса Нам этот славный сподвижник рассказывает о том, что пророк Алиса Атсам по причине того, что был неспослан дождь и так далее, как бы не оставил это просто так и в своих сподвижниках то, что он указал своим сподвижникам на то, что они должны делать, что они должны говорить. То есть это является, кстати, братья, одной из сунн, когда пришли нам, например, дождь, особенно когда дождь пошел тогда, когда мы в нем нуждались, говорит мутырна вифадлилляхи ва рахмати. Говорит, что мутырна вифадлилляхи ва рахмати. То есть Аллах по Своей милости не спасал нам дождь. И то, что они должны говорить в этот момент. Хорошо. То есть и пророк Алиса Атсам доносит до нас от своего Господа, то есть имеется в виду, это называется какой? Хадис Кудси называется. Хадис Кудси. Или же хадис Иляхи, говорят, так далее, по-разному. Хорошо. Доносит и говорит нам то, что когда Аллах испытал людей тем, что Он не спасал нам свою милость, то есть не спасал им дождь, в котором, то есть жизнь людей, потому что дождь это как бы вода, которая причина для того, что люди живут, вхамдуля, у них то есть все хорошо. Люди поделились на два в лагере, как бы говорится. То есть люди, которые сказали, что это милость Аллаха, отнесли эту милость к Аллаху, сказали, что это Он, тот, кто под своей милостью не спасал нам дождь, и как бы благодаря Его за это сказали так. Или же другие, которые отрицали эту милость от Аллаха и сказали, что это из-за какой-то дождь, то есть из-за того, что взошла какая-то звезда, или же наоборот. Первое было названо иманом, а второе было названо куфром. То, что Рива ибн Аббас, в его Рива ибн Аббас, в его Рива ибн Аббас, в его Рива ибн Аббас пришла версия, которую рассказал Ибн Аббас, сказал, что эти аяты из сурата льва, то что Аллах сказал, нет, я клянусь положениями звезд до слов, но вы делаете имущество ваше, то есть которое Аллах дал, причиной вашего неверия. Аяты были не способны об этом, о людях, которые отрицали, не приписывали милость за неспослание дождя к Аллаху, а наоборот, приписывали ее к звездам. В соответствии хадиса главе Анафии Тахрима Низбатиль Матари, здесь указание на запретность связывания дождя с какими-то звездами, вот асмир эту куфрану кэтибан, и то, что Аллах, или же пророк Алиса Ацам, называет его куфром и ложью. То есть, невериями, ложью. В пользу из этого хадиса, первое, Тахрима Низбатин Зулли Матари, или Аннаджми, вот асмир эту куфрану, указание на запретность связывания дождя с какими-то звездами, и то, что Аллах в хадисе пророка Алиса Ацам назвал это куфром. Второе, Машраияту Та'лимин нас, ватанбихихим аля маюхиллю бил акида. Указание на обучение людей и указание им на то, что сводит на нет или же нарушает их вероубеждение. Не просто, братья, даже здесь можно добавить к этой пользе то, что на дозвольность как бы, можно сказать, по соответствию, что ли, призыв по соответствию, или же как сказать, ну говорят же, грубо говоря, в тему когда. То есть, если что-то случилось, и прок Алиса много, есть множество, множество хадисов, где прок Алиса что-то случилось, и прок Алиса сразу рассказывают. Почему? Потому что, когда ты, то есть, Та'лих без заман делаешь, то ты связываешь какое-то, то есть, с каким-то временем, с каким-то происшествием, люди лучше это усваивают. То есть, например, грубо говоря, сейчас представьте себе, мы с вами сидим, и дождь пошел. Дождь пошел, и я вам тогда рассказываю этот хадис. Люди его намного лучше запомнят, чем когда на улице ясная погода, и рассказывают им так же. Или же, например, человек упал, поранился, и ты приходишь и рассказываешь ему хадис, например. Или же прошел какой-то больной человек, и ты расскажешь хадис, что прок Алиса, сам когда видел такого, говорил, говорите, альхамдуллах-иллядь. И так далее. То есть, разный дуа, ты учишь тогда, когда, то есть, оно как бы, своевременно, да, то есть, своевременно. То есть, приводить с каким-то временем, то есть, если что-то пришло, например, кто-то, я давно, например, не видел вас, например, приехал через какое-то время, кому-то дал салям и обнял, и сказал то, что сподвижники если друг друга давно не видели, то они не просто салям рукой давали, а еще и обнимали друг друга. Все, ты запомнил эту сунну. Почему сразу? Почему? Потому что тебе рассказали это тогда, когда тебя обняли. Или же, например, человек подходит и что-нибудь спрашивает, и ты взял его так по спине погладил. И слушай. Ну, бывает же, это же мы всегда делаем. И потом он рассказывает, что пророк Алей Салат Сан любил так делать. Когда разговаривал со своими сподвижниками, он мог гладить их. То есть по плечу, по спине. А действительно же успокаивает. Особенно братья по спине, оно всегда в Аллахе успокаивает. Поэтому человек, когда плачет, ему больно, гладишь его по спине, ему становится проще. Так же? Поэтому пророк Алей Салат Сан так делает. И ты уже знаешь, что это из Сунны посланника Алей Салату Ассалам и так далее. Или же у кого-нибудь ребенок родился, и ты расскажешь о том, что пророк Алей Салату Ассалам нюхал своих внуков. И говорил, что у них приятный запах. Тоже братья. Аль-хамду ля Сунна, по милости Аллаху Субхану Таалу. Третье вуджубу шукри ляхи аля ниама. Является обязательно благодарить Аллаху Субхану Таалу за его благо, которое он нам доносит. То, что не дозволено связывать эти ниамы, милости, которые Аллаху Субхану Таалу нам не свослал, другим. Но это, братья, ни в коем случае у нас не должно, если кто-то, человек, сделал нам что-то благо, мы его благодарим. Пророк Алей Салату Ассалам сказал, тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаху Субхану Таалу. То есть мы благодарим его, мы знаем, что первая причина, и тот, кто действительно нам эту милость оказал, это Аллах Субхану Таалу. Мог через этого человека, мог через кого-то другого. Четвертое. Очередное указание на то, что он дозволен обучать, спрашивая и отвечая. То есть спрашивая вопрос, и отвечая, мы сказали, что это три вида. А, Аль-Хама не было. Кто был вчера на уроке? Какие три вида? Первый вид, когда ты спрашиваешь, ты сам знаешь, но для того, чтобы обучать Аллаху. То есть человек, который знает, спрашивает не знающего для того, чтобы научить его. Второй вид, когда ты спрашиваешь того, кто не знает, чтобы потом, он задевсовался, чтобы потом ему рассказать. Это то, что я сейчас сказал. То, что ты знаешь, а человек не знает. Ты его спрашиваешь, чтобы он был интересен, и ты его научил. Раз. Первое, что ты сказал, я, может, не так понял. Ну, хорошо, это первое. Второе, это когда ты спрашиваешь для аудитории. Ага, то есть ты знаешь ответ, спрашиваешь того, кто знает, для того, кто присутствует, и он не знает. Как это сделал Джибрил, алейхиссалям? Хорошо. Вот эти, когда ты сам не знаешь? Ты сам не знаешь, спрашиваешь того, кто знает, что Закул Хаян. Пятое. Пятое. О том, кого спросили о том, что он не знает, он должен остановиться и сказать то, что либо Аллаху алим, либо я не знаю, должен сказать. И поэтому салифы говорили про того человека, который отвечает на любой вопрос, что человек ненормальный. То есть это абсолютно норма и не является ничем позорным, если кого-то вы спрашиваете ученого, и он говорит, я не знаю. Даже есть записи много, когда шейх Абдул-Мухсан Аббада, братья, Субханалла, Мухаддиса Медины, одного из больших, лучших, самых больших ученых на сегодняшний день, спрашивают его какой-то вопрос, он даже не задумывается для адрика, я не знаю. Следующий вопрос, он опять говорит, для адрика, я не знаю. Аллаху агбар. Субханалла, даже про него рассказывает один из эмиратских шейхов, говорит, что как-то у него спросили один вопрос, и он, как только вопрос закончился, сказал, я не знаю, а потом, говорит, чуть подумал, потом ответил. На что это указывает? То, что он в самом начале, то есть ему вообще не видит, он никакой проблемы сказать, я не знаю. А потом подумал и вспомнил, что ну, наверное, ну, говорит, наверное, вот так-то, 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 и потом уже начал объяснять. Ну, говорит, вообще, то есть он даже никакой проблемы не заметил, что он, Субханалла, ученый, тысячами людей перед ним сидит, взрослый, под 90 лет, Субханалла, столько учился и так далее, и сказал, что я не знаю, вообще никаких в этом проблем нет. Наоборот, салифы назывались сумасшедшим того, кто отвечает на каждую вещь. Я помню, я вам рассказывал одну историю про брата. Как-то мы молились в обуви, и один из братьев как-то как будто бы он что-то, ну, джагиль, не знал. Говорит, а как вы молитесь в обуви? Ну, в чем проблема? Ну, говорит, вы только что с улицы зашли, там, Аллаху Алим, собачки, кошки и так далее, откуда ты знаешь? Я говорю, ну, брат, ты видишь, что там в обуви? Все нормально, все чисто, не пахнет, не воняет, все нормально. В чем проблема-то? И он как бы промолчал, я ему привел хадис, то, чтобы Рок Алиса там набор, что это по сунне, что приказывал молиться в обуви, чтобы не быть подобным иудеем и так далее. И он как бы промолчал, но, видать, это его не оставлял. Через несколько дней, говорит, можно, пожалуйста, у одного моего родственника спросить? А я говорю, кто он? Говорит, брат, говорит, что не спроси, все знает. И мы ему позвонили, когда спросит. Ну, говорит, не, не надо, лучше. Шестое у вас в Аллахе бельфадли варрахм. Описание Аллаха, Субхану Ата'аля, то, что он милостивый, милующий, то, что он обладает милостью и милует. Седьмое, на миналь куфри, ма ла юфриджу миналь милля. Седьмое указание на то, что из куфра есть то, что не выводит из религии, потому что у нас, братья, в отношении, то есть, к их звездам три человека. Первый, это как Аллах, Субхану Ата'аля сказал, это тот, кто верует в Аллах, Субхану Ата'аля, и не верует в звезды, это тот, кто говорит, что Аллах, Субхану Ата'аля, он тот, кто не спасал этот дождь. Второй, это человек, который говорит, что Аллах по причине звезд, то есть, по причине этих звезд, не спасал нам дождь, а человек, куфр, маленький куфр, то есть, маленький ширк. Что касается того, кто говорит, что эти звезды нам не спасал этот дождь, это человек в ширк, то есть, попал в большой ширк. На этом заканчивается эта глава.